Видео, как продавать компьютер, как разобраться во всех его внутренностях и может быть даже этот компьютер вам понравится и вы его купите. Первым делом разматываем системник. Что же здесь видно на первый взгляд? Устаревшие порты абсолютно не нужны в офисной жизни. Мышка и клава. Это хорошо, потому что USB разъемы будут свободны. Нужно будет меньше всяких раздвоителей. Аудио выходы. Но это тоже цифровый аудио выход. Но он не нужен, честно говоря. Видеокарта очень удобна. Три разъема. Для древних мониторов, для старых мониторов и для отчет полимения современного. HDMI. И модем. Делинковский. Абсолютно не нужная штука, но пускай будет. Вот все почистится. Мы здесь видим массивный радиатор. Это очень хорошо. Как правило, на старых меньше экономили. На новых уже полегче будет система. Здесь тоже высокий радиатор на чипсетах. Маленький. Северный и Южный мост. Я их путаю названия. Видеокарта неизвестно какая. Наклейка уже начинает слазить. Я лучше ее сниму. Чтобы она падая не наделала беды. Все равно на скорость не влияет. Видно тут немного пыли. Есть саторазъемы под винчестерой. Четыре штуки. Очень хорошо. Две планки памяти. Неизвестно насколько. Одна планка вставлена, если так получается, как можно ближе к процессору. И вторая вставлена тоже в желтые разъемы для двухканального режима. Очень хорошо. Молодцы. Есть ли тут двухканальный режим. Пока еще не знаю. Вообще не знаю, что за компьютер. Для того, чтобы поменять батарейку, нужно сменять видеокарту. Снять, но ничего страшного. 3 PCI и как раз офисное барахло всовывать нормально. Хватит. Встроенной видеокарты нет. Это что такое у нас? Вот это чудо. И графитовый сердечник. Я еще такого не видел. Чудо. Впереди два USB, микрофон и наушники. Как раз для того, чтобы подключать гарнитуру. Так, крышка видимо сломана передняя. Но на скорость не влияет. Что интересно, в флопе дисковод имеется. Неизвестно правда зачем он. Но раз есть, пускай будет. Больше здесь ничего интересного нет. Сейчас еще гляну на жесткий диск. Старенький DVD привод вкрученный. Но главное лишь бы работал. Кому-то пригодится старые диски ворочать. HD 160, 160 гигабайт. 7200 оборотов. Все, пока просто прикрою крышкой по пылесосу. Блок питания. 350 ватт максимальных. Рабочих 335. Хорошо. Отлично. По пылесосу и блок питания тоже. КОНЕЦ Работает системный блок. Идет загрузочка Windows. Смотрим. Довольно таки тихо. Хоть кажется, что и шумно. Но это потому, что два компьютера работают. Здесь только шумноватый блок питания. А так довольно таки тихо. Это все работает. ДИВД работает. ДИВД работает. Флоппи. Я вот говорил, что он лишний. Но он может пригодиться, если вдруг какое-то раритетное старье. Нужно будет прочитать. И вот он на тебе. А тут в флоппи дисковод. Тут как тут. Хотел флешки установить. Но у меня 64-битный Windows на флешке. 8.1 Я тут просто поставить. Кто захочет, тот и переустановит. Чисто форматнуть винчестер. Вот такая вот штука. Рекомендую этот компьютер для офиса. Для офиса отличная машина. Будет себе под столом шуршать зимой. Подогревать воздух. Все еще шелестит компьютер. Уже загрузился Windows. Правда, XP не захотел. Диск поломанный. Но, тем не менее. Работает шустро. Все диски открываются. Все зашибись. Отличная офисная машинка. Очень рекомендую. То есть, видите, все зашибись. Открывается. Ну, интернета, конечно, нету. Но, тем не менее. Главное, как открываются окна. Все выскакивает просто великолепно. Выключаем. И так, сколько времени ему на выключение? Ну, выключается быстро. А это этот комп шелестит тоже. Вот так. Шуршит наш системничек. Смотрим. Все на месте. Ничего не вынималось. Конечно, жалко, что вечерочком не так все ярко видно. Но и цвета, конечно, не те. Но, тем не менее, можно оценить скорость. Скорость. Есть ли тут какие-то картинки посмотреть? Интернета нету. Знаете, как это бывает на Windows? Есть каких-то пару картинок оценить. Ну, видимо, здесь нету. Для подключения к камеру. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Наконец-то итог видео. После всех мучений, что же, наконец, происходит? Происходит то, что выкладываем на OLX за 80 долларов. Такой суперкомпьютер. Я его разрекламировал. Конечно, не показал квадратуру, мышку, монитор. Это ни к чему. Работает и зашибись. Samsung Hitch. Нормально. Монитор. Системник. Можно вообще к телевизору подключать. Использовать его как медиа какой-то центр. И тем не менее. Смотрите. Я расписал все, что там есть внутри. Выставил. И 80 долларов. Есть и подешевле. С таким же процессором. Но, мне кажется, они чуточку похуже. И непонятно, что ты покупаешь внутри. И они все грязные. Даже берут фотографию грязную. Выставляют. Вот эту, кстати, стоило перевернуть. В итоге вот монитор, клавиатура, мышка, монитор сзади. Там такие планочки снимаются. Крепежные винты. Можно на стенку цеплять, снять ножку. Или можно это все спрятать. Чтобы, если в офисе, чтобы не отпугивало. Это как я к телевизору подключал. Ну и фоточка сзади, естественно. То, чего есть там. Чтобы могли понять, есть ли там видеокарта какая. Чего можно к ней подключать. Такой вот исход. Всего лишь 80 долларов. Да это сущие копейки, действительно, народ. Сущие копейки. Стоило ли оно того? Однозначно не стоило. Пускай бы все в офисе и был бы, работал бы. Но так как оно Вадиму не надо, его нужно просто избавиться. Потому что он на съемной квартире, ему ноутбука хватает вполне. А переезжать с компьютерами, это для него жуть. С места на место. Поэтому продается. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok